16 праздничных выходных дней в календаре этого года, среди них 3 майских. Как оплачивается работа, если предприятию необходимо вызвать работника в эти дни? Если работодатель привлекает работника к работе, с письменного согласия в данном случае работника, работодатель обязан оплатить данную работу в двойном размере. Но здесь следует также отметить, что если предусмотрено коллективным договором, локальными актами работодателя, либо трудовым договором, могут быть предусмотрены конкретные размеры выплат. Еще один вариант компенсации – возможность получить другой день для отдыха. Тут решение за вами – выбрать компенсацию в двоем размере за работу в выходные или законный отгул. Тогда работу в выходной оплатят как за обычный рабочий день. Если на государственные праздничные дни вы берете отпуск, то продолжительность его изменяется в зависимости от того, попал ли праздничный день на период отпуска. Если ежегодный оплачиваемый отпуск, либо дополнительный, приходится на те дни, которые мы с вами уже поговорили и сказали, эти дни в ежегодный оплачиваемый отпуск не включается. То есть, можно сказать своими словами, что происходит удлинение оплачиваемого отпуска. Удлинение касается только официальных праздников. К примеру, выходной 9 марта был объявлен нерабочим за счет переноса отдыха с 6 января. Первый мая – государственный праздник, а второго мы отдыхаем за счет переноса с 7 января. Официальные праздники, как и выходные дни, суббота и воскресенье, не входят в число дней оплаты ежегодного отпуска. Обо всех этих тонкостях работников обязаны предупреждать, поясняют специалисты. С этим всеми документами работодатель обязан знакомить работника. Ну а работник должен конкретно уже сам посмотреть, поинтересоваться. В данном случае в разделе «Оплата труда». И показать, ознакомить конкретно уже с необходимым документом, в какое количество дней ему предоставляется и когда он выходит на работу. Если вы считаете, что ваши права на отпуск или оплату выходных нарушены, обращайтесь в трудовую инспекцию. Ее координаты на ваших экранах. Продолжение следует...